Я не хочу показывать пальцем, но кажется, кое-кто заскамил меня на благодарность от спасения. Я даже не знаю, кто это может быть! Добро пожаловать в приключение беспенисного, безвагинисного игломахателя. Вы об этом писали очень много и долго, и пока у меня выходил там поппи плейтайм. Кстати, о поппи плейтайм. Длинноногая мамочка выжила! Новая концовка поппи плейтайм! Шок! Сломал третью главу! Можно, пожалуйста, на этом видео 200 тысяч просмотров? Я знаю, такое говно сейчас собирает. Мне надо что-то там это поизучать, поисследовать. Я ведь купил фонарь, не забываем мы с вами об этом. А можно как-то полную карту посмотреть? Мне просто было бы очень интересно. Видимо, нельзя. Вот как смотреть полную карту! Вот это да, вот это интересно. Давай, яйцо все еще там на месте, да? Яйцит. Яйцо, оно яйцит, оно не перестает, храм черного яйца. Но яйцо как бы яйцо, у кого нет яиц? У определенной части моей аудитории, я понимаю. Но это было так просто сказано, к слову. Я не хотел никого оскорбить. Как бы их наличие не делает вашу жизнь проще. Оно лишь тяготит вниз, если они слишком большие. Как бы делюсь своими проблемами с вами. Доверяю там вам все такое. Где-то здесь было очень темное место, в которое, по-моему, нельзя было особо пройти. Но я сейчас пройду, потому что у меня теперь есть большой и грозный фонарь. Типа того. Да. Нет, это не то место. Туда определенно надо сходить. Потому что... Почему? Потому что я настырная жопа. А настырные жопы предпочитают лезть в любую дырку, которая им попадется. Наконец-то у меня есть фонарь. Фонарь. Люблю фонарь. Автомат для сбора платы. О-о-о. Недостаточно гео. Как жаль, кому-то сейчас придется умереть. Конечно же, да. Ну, куда я денусь? Давай. Там какая-то хрень ходит. Ема! Сколько их так можно бить, а? А! Слушай, какой ты неприбыльный, а? Тебя лупить вообще неинтересно. Ты очень мало даешь. Хотя... Хотя охраняете вы тут, ребята, конечно, горы денег. Я люблю горы денег. Я, если не говорил еще, я как бы... Я вообще, если б с Ютуба сейчас не получал свои законные 100 рублей в месяц, я бы, может быть, и... Кристальный пик. Ну, звучит. Ну, звучит. Согласен. Что это? А, все, ладно, это всего лишь деньги. Обычная вещь для нас, богатых, ютуберов. Монтажер, подставь сюда пачку купюр. Я, типа... Типа... Типа рот им вытираю... Вытираю после еды. Все же любят, когда люди выпендриваются, типа, богатые, правильно? Они их любить за это очень начинают, там, ну, в интернете. Все, после этого прекрасного действия я жду теперь у себя на канале миллион подписчиков. Другого не принимается. Ну, можно 100 тысяч. Ладно, 100 тысяч принимается, но это пока что. Потом миллион. Только миллион. Не-не-не. Я слишком круто понтовал... Я слишком круто понтовал, чтобы у меня было сейчас меньше миллиона. Ты чё? Ты видел вообще, какие у меня, это, цепи, не знаю, цепей нет у меня. Есть шнурок, я на нём ношу ключи от дома. Здра... Ты чё? Э-э-э-э-э. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Тот был хороший. Значит, если не поют, значит, нехорошие. Я осознал фишку всё. Ты это, давай без выпендрёжей своих. Ты чё делаешь-то? Ты чё делаешь, говорю? Я свой. Был. Какая-то муха кристальная, или мне показалось? Ема! Не делай такую говну. Слышь? Ты! Не пиши сюда больше. От тебя говной воняет. Я забыл, как там чихать? Как чихать? Как чихать? А, так, точно. Всё. Надо вечно... Каждый раз, когда в эту игру заново захожу, надо по-новой вспоминать механики управления. Неприятно, но что поделать? Видимо, пока что мне туда не дано добраться. Не страшно, у меня есть путь сюда. Чем бы это место не являлось. Мне очень сильно не нравится твой ход мысли, муха. Ммм... Ммм... Ну, давай, давай. Давай, чё? Чё, смелая, да? Смелая? А я ссыкло. Не трожь. Там ещё какая-то гадость ползает! Тут тварь, я хотел на реакцию сыграть. Ага, сейчас. Ай-ай-ай-ай-ай-й-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ты с ней пытаешься уважительно, говоришь, муха санная. Чуть ли не на вы, понимаешь? А она с тобой так. Где-то тут моя душонка жалкая летает, да? Где-то вот тут вот иди сюда. Где она? Эй! А вот, охренел板 тут забыла! Тихо! Тихо! Я щас могу это просрать. Всё просрать. Иди сюда! Иди сюда! Иди, иди сюда, говорю-о! Иди сюда! Иди сюда! Она где? Где ты? Иди сюда, мразь. Наконец-то, ё-моё. Ты такая проблемная сучара, а? Главное, моя душа ещё сопротивляется в меня вселяться. Неужели там в посудостороннем мире так хорошо? Да я не верю. У нас тут классно, жуки ползают, их можно мочить. Ну не жизнь, а рай, не жизнь, а сказ. Прыжок веры, что ли? Зря поверил. Чит за место. Да будут прокляты, идущие против короля. Ещё что-нибудь? Не, просто будут прокляты, и всё. Ну тогда не страшно. Можно и против короля пойти. Пошли против короля. Туда против короля или обратно против короля? Ладно, у нас тут к рогачам путь открыт. Надеюсь, меньше 146 монет он потребует за плату. Устройство с прорезью для чего-то вроде пропуска. А тут что-нибудь есть интересное? Это даже тут ничего интересного нет. Нигде ничего интересного, что такое, а? Где рогач тогда? Я видел там этот... Я видел там знак рогача. Может, куда-то вниз рогач. А у меня нет карты этой области, а жалко. Какие-то стоят столбы, могилы, наверное, всяких... У! Тихо, тихо! Я принцессу вашу встречал, но я к ней не домогался. Вы... Подобрей со мной будьте, пожалуйста. Грязящие спят, дабы сберечь сосуд. Манмона, наставница в своем архиве, окруженная мглой, туманом. Лурень, хранитель в своем шпиле, наблюдая за городом. Хера, зверь! Хе-хе-хе-хе... В своем темном логиве. Схороняясь глубоко под королевством, благодаря их преданности, холу нас стоит вечно. Приятно познакомиться. Отпустите. Грязящие добавлены на карту. Но у меня нет карты, камон! Ни шагу больше, маленькая тень! Что заставило вылезти из тьмы? Что заставило вернуться в это священное королевство? Зов из-за печатей? И кто позвал? Сосуд или пленный свя... Что вы несете? Почему? Я должен это понимать уже? Я... Может, я пропустил пару катсцен? Разобьются ли печати? Их нельзя разбить? Но сосуд слабеет, чума разогревается вновь, их нужно разбить. Но наша печать и еще целый наш долг беречь их. Избавимся! Наш долг беречь их, так надо! Таков путь! Молодцы, ребята! Продолжайте в том же духе! Я... Я... На вашей стороне! Или я против вас! Я понять не могу! Исчезни, маленькая тень! Исчезни! Оставь наш мир в покое! Они меня прогнать хотят! Я... Че я... Где я? Че это за... Че это за место? О! Мм... Мм... Я не уверен, но чисто для... Для чистоты эксперимента... А, не, не буду прыгать! Ладно, че такое? Туда не... А, вот сюда! Все, хорошо! Я иду за бабочкой! Жалко, сачка нету! Там не продавался у этого жмота сачок, нет? Пошли! Конечно же, я... ААААААААААА! Я люблю карабкаться, когда мне позволяют это делать. Я при этом здоровье, если еще не теряю. Бабушка! Ну, бабочка, то есть не бабочка, конечно. Бабушка, она старая. А эта хрень, она выглядит светящейся и молодой. В самом расцвете сил. Хотя, возможно, это что-то древнее, так что можно называ... Можно назвать эту бабочку. В принципе, бабушкой. По большому счёту, когда она бабочка, она уже точно не ребёнок, поэтому остаётся 50 на 50. Либо она просто во взрослом расцвете сил, либо она уже старая, потому что когда ребёнок, это гусеницы, как бы, а гусеницы, они в другом месте. Чё такое? Что за ужасную судьбу тебе предрекли? Решили обречь тебя на блуждание в этом пространстве между души и тела? Что же ты примешь их приговор и неспешно исчезнешь? Или возьмешь оружие перед тобой и прорубишь дорогу прочь из этого печального всеми забытого сна? Ты за меня, да? Ладно, чё это за свитяка такая? Давай, ой-ой-ой, да что же меня сштырит-то вечно с этих... Чё это за заяц за мной стоит? Гвоздь грёз. Он мощный, да? Но не, чтобы зарядить гвоздь для удара, прорезайте покров, отделяющий грёзы от яви. А что значит, но не? Здорово, я не твоя добыча, ты это... А, или... Ты за меня, да? Мему, а? Надо, наверное, этот клинок, этот прорезающий тьму, поставить на какую-то крутую кнопку, да? О, батон четыре. Вот и сиди, угадывай, чё это за кнопка у меня на клавиатуре или на мышке. Вот так, да. Батон пять. А чё это за кнопка вообще? Ну давай, ну вещай. Ай, да ё-моё, не хотел чихать, честное слово, это простуда сраная. А, ты вернулся с возвращением в мир Яви. Те существа, грезящие, они воспользовались той силой, что у них ещё осталось, и перенесли тебя в это скрытое место. Но гвоздь грёз, талисман, что ты сейчас держишь, он способен прорезать покров, что разделяет мир Яви и обитель наших грёз. Даже самим грезящим не скрыться от такого оружия. Но, признаюсь тебе, время притупило священный клинок. Впрочем, быть может, вместе мы сможем вернуть его к силе. От тебя требуется немногое. Только приносить мне сущность. Сущность, бесценные осколки света, из которых сотканы грёзы. Собирай их, где только найдёшь, и приноси их мне. Как только её у нас будет достаточно, мы сможем творить чудеса. Иди же в мир, гвоздоносец. Разыщи сущность. Что ещё теплится в этом мире? Собери сто сущностей! СТО! СТО! Надеюсь, они добываются так же легко, как эти... Ягода рубли. Хм, ты всё ещё не поднаторел в грёзах. Собери сто сущностей своим гвоздём грёз, затем приходи ко мне. И я поделюсь с тобой толикой мудрости. Сущность можно найти там, где грёзы укоренились в самой земле. Они ведь тебе уже встречались. Те же обчущие побеги, растущие по всему королевству. Разруби такой побег гвоздём грёз и посмотри, что произойдёт. Понятно, смотри. Махалка какая у меня крутая теперь есть. Выглядит эпично. Интересно, а на обычных противниках сработают землю покоения? Оно? Оно! Супер! Оно нет. И чё теперь? Оно нет. Оно один. Двадцать. Всего пять мест надо залутать, что ли? Так, это грязящий сосуд. Давайте, удачи вам. Я тут, конечно, в этом вашем могильнике. Очень весело проведу сейчас время. Что, почему я не могу забраться? Эй! Я сюда больше не могу, а сюда могу? А что там? Я, подожди, ну я же там был уже, там нет нифига. Да чё-то надо просто сюда засунуть, я не знаю что. Я же бесполый, что я туда засунуть могу? Угу, угу. С фонарём всё стало намного проще, да. Возможно, я сюда бы сейчас не прошёл без фонаря. А тут видишь, как сразу открывается контентус. Эт, чё такое? Круто, наверное, или нет? Я просто даже толком понять не ус. Ну ладно, наверное, круто. Но звучит-то пафосно, правильно? Наконец-то. Давай, сколько там я готов заплатить хоть всё? Наконец-то. Извини, что разминулись, если собьёшься из пути. О, 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 то что надо. Карнифер, ты моё чудо. Здорово. Всё, ещё и бесплатно, ты прикинь? Иди сюда. Иди сюда. Молодой, красава. Ты открыл уже несколько вокзалов, и так кроха. Благодаря тебе я вновь могу путешествовать по королевству, как когда-то. С каждым новым вокзалом чувствую, как память возвращается ко мне, будто бы мысли вновь приходят на туннели у меня в голове. Продолжай открывать новые вокзалы, и за это я буду тебе безмерно благодарен. Ты денег за это меньше требуй, короче. Но с другой стороны, он в этот раз и не потребовал, может он просто ему благодарности в этот раз хватит. Спасибо, тебе тоже, взаимно. Мне это тоже очень классно вообще. Защитный амулет, сотворенный племенем, умевшим кроить грезы. Создает щит, который следует за носителем и пытается его уберечь. Типа как плащ Доктора Стрэнджа или чё? Не, знаешь что? Я хочу, я хочу, я хочу щит. Да почему, да, Кали? Как мне это увеличить? Карта, нужна карта, Папанава. О, землеупокоения, супер. И тут я по факту открыл всё. Смотри, это будто бы метро какое-то, этот туннель, он выглядит как метро. Там ещё дырка какая-то была, дырка вверх и вниз. Возможно, туда стоит сходить, я не уверен. Я выстраиваю предположение, потому что мне как бы никакого намёка сейчас куда ещё идти, я просто попытаюсь пройти куда-то дальше, туда. Ну вот не к вам, вы спите дальше, конечно. А. Ага, туда есть проход, но я его вам не дам, понятно? В принципе, в чём плюс этой игры? В ней постоянно нужно что-то изучать, какие-то места, и поэтому я могу просто помолчать некоторое время и потом это вырезать, и монтаж займёт чуть меньше времени. Главное, пока вырезаю, ну, случайно слова не обрезать. О, здорово! Емма ты вымахала, слушай, они так быстро вырастают. Казалось бы, буквально недавно ты был ещё, ты был ещё лепесточком, а сейчас, а сейчас, я думаю, я даже чихнутый не колыхнёшься, вообще мощное такое, да? Очень удобная функция, один раз заплатил, и всё, теперь можно бесконечно ездить. Потрясающая тема. Так бы было с московским метро, было бы круто очень. О, всё, иди сюда, кто там? Ты меня напугал, привет, привет, входи, сладенький, входи, быть как дома. Меня зовут Солюбра, а это мой уютный магазинчик амулетов. Скажи, тебе направили ко мне местные жители? Да, славная деревенька, правда? Тёплая, душевная и полная жизни. О чём мы разговаривали, ах на амулет. ты. Вижу, у тебя уже своя коллекция прекрасная. Я покажу тебе кое-что из своей, и если какой-нибудь амулет тебе приглянется, можешь забрать его с собой. Ё-моё, слушай, сколько тут всё... Чё самое дорогое? Хочу посмотреть чисто. Ячейка амулета? Вот оно чё, Михалыч, можно будет открывать. Красивый кристалл вставили, правда? Прямо такие изысканные. Слышала, что эти кристаллы помогают сфокусироваться. Думаю, тебе этот красавец придётся как раз по душе. Так что забер... Так чё он делает-то, блин? Удлиняет гвоздь. Так, подожди, а это что? Живокровь. Тебе известно, это голубая жидкость, которую некоторые удаляют жажду? Конечно, так делать нехорошо, но после неё чувствуешь такой перелив сил, правда? Этот амулет источает живокровь и определённо пойдёт на пользу твоему органу. А, хорошо, вот эта тётя, конечно, хорошая. Ху-ху-ху, ну давай, давай. Мне говорили, с ними можно драться, с этими ребятами, просто прыгая по ним. Правильно? Да! Вот это да. Вот это хорошо. Ладно, если не ошибаюсь, кто-то писал комментарий о том, что на зелёной тропе тоже можно найти что-то новое и любопытное. Я предприму определённо попытку. Где-то вот тут, судя по карте, есть проход. Вот куда-то вот туда. Куда я, кстати, не ходил ещё. И тут реально есть проход! И я туда реально не ходил. А-а-а-а... Если это была та единственная комната, которую я должен был найти в этой локации, то я разочарован. Ещё хоть что-то есть, куда можно пройти, и при этом я туда не прошёл. Да, вон, смотри, кажется, туда можно. Но я не уверен, честно говоря, уже, что туда можно. Вот сюда я не ходил, что ли? Да, я, походу, туда не ходил. А-а-а! Ты смотри! Я в очередной раз буду надеяться, что тут будет какой-то босс, потому что... Ну, в конце концов, когда уже босс? Я как бы хочу в каждой серии проходить какого-то босса. Было бы круто, если бы при взрыве эта заражённая штука заражала обычную штуку, а? Это как бы раскрывало бы лор того, как происходит заражение этой странной болезнью. Ну, или я не знаю, как это там всё работает. Такое чувство, что... Да, я сейчас просто спрыгну туда, где я был. Нет, тогда не очень круто. Я сейчас ещё что-нибудь ещё где-нибудь там... ААЙ! А, ладно, это не противник даже толком. Это... Это просто препятствие. О, паркур! А! А чё это такое? Колючки страданий? Атакуют колючими сорняками всех врагов поблизости каждый раз, когда вы получаете урон. Не, это не интересно. Я... Я не получаю урон, потому что... Потому что я играю без урона. Там есть какой-то проход, который я ещё не открыл. И я надеюсь, там будет что-то очень интересное. Я здесь не был, да? Раз... Раз тут не зачищены ещё деньги, значит, я тут не был, потому что деньги я зачищаю идеально. Монтажёр, включи хитрую еврейскую музыку. Спасибо. Будем перемещаться дальше под неё, пока не наступит какой-то напряжённый момент в моём геймплее или что-то, что подойдёт немножко другая музыка. ААА! Вот и всё. Вот и хватит нас хитрой еврейской музыки. Тихий-тихий-тихий. Как меня эта муха веселит. Я не знаю, она... Вшатывается вечно. СТОП! Я не осознал количество своего здоровья в определённый момент. Это... Прям плохо. Слушай, смотри, вот сюда вот ушла эта принцессочка. Да, я тогда не мог туда запрыгнуть. Смотри, как всё продумано-то, а, ё-моё. Не знаю, что интересного произошло, в принципе, в этом видео, но я полагаю, мы с вами остановимся здесь. Видосики по подсказкам поглядите, лайк поставьте, подпишитесь, если в первый раз сюда попали. До новых встреч в замечательных играх. Пока.